Светлые гости на Светлом радио В двух словах, встречи с какими интересными людьми вы имели? В двух словах, о чем говорили? Что им было интереснее? Говорили о многом. Говорили и о проблеме усыновления, ну, сиротства на территории Украины, говорили о некоторых проектах, которые мы можем делать вместе, говорили о Соединенных Штатах, о миграции, о нашей диаспоре за границей, о необходимости. Просвещать эту диаспору. Много интересных моментов. Сама конференция. Какой была ее тема и были ли вы ее инициатором? Потому что вы часто устраиваете такие массовые мероприятия. В Каховке я никогда там не был. И, может быть, это не самое лучшее, так скажем, или не самое подходящее место для таких больших конференций, которые обычно проходят. Но эти люди были достаточно настойчивы. И они были инициаторами этой конференции, организации. И посетило немножко больше тысячи человек, что для Каховки, на мой взгляд, это достаточно много людей. И мы имели замечательное время. Два дня. Субботу и воскресенье мы встречались. Ну а тема, я в основном говорю в области духовного развития личности, о гармонии, внутренней гармонии человека, взаимосвязи здоровья духовного, душевного и физического. Хотя, казалось бы, наше физическое тело и наше духовное состояние, они никак, нигде не могут пересекаться, поскольку это духовный и материальный мир. Но это не так. Потому что, когда поражена нервная система, когда человек нервничает до 70% заболеваний, особенно желудком, у человека связано с нервными потрясениями. И очень важно иметь мир, очень важно жить в гармонии с собой, с совестью, с своими убеждениями. И то, что в христианской терминологии, в христианском богословии называется «жить в гармонии с Богом». В медицине говорят о психосоматике все больше. Мне просто интересно, Александр. Возможно, нас сейчас слушают и предстоятели христианских общин. Насколько легко срывать Александра Шевченко в какую-то новую каховку? Чем вас легко подкупить, чтобы вам это стало интересно? На самом деле, я с большим удовольствием, без преувеличений, не обманываю. Говорю, что мне доставляет приятность общаться с людьми, служить людям. Я не испытываю никакого напряжения в этом смысле. Я не из тех, наверное, спикеров, которые очень динамичны или очень много расходуют энергии. Я даже не считаю, что я проповедую или учу. Я, скорее всего, просто общаюсь с людьми, просто говорю с людьми. Но действительно, приглашений огромное количество. Огромные. И вот последнее приглашение я получил от адвентистов седьмого дня. Они имеют огромный храм в Кривом Роге и очень настойчиво просят. Они покрывают дорогу, билеты и все. И таких приглашений, наверное, сотни, если бы собирать. В течение года поступает. И потом люди даже перестали писать, поскольку мы не можем на это отвечать. Я же все-таки в Сакраменто живу, в Соединенных Штатах. Я обычно пять-шесть раз могу себе позволить пересечь океан. И не только на территории Украины. Я вынужден быть и в России, и в Европе. Ну и дома, разумеется, надо быть иногда. Появляться, чтобы дети не забыли, как папа выглядит. Да, и в какой класс они ходят. Это чтобы папа не забыл. Да, мир разнообразный, острый, разноцветный. И это прекрасно. И сегодня наш 11-й час раскрашивает Александр Шевченко своими красками. С нами Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Александру. Радио Мануэл является единственной домашней церквью для многих пожилых людей. Всем полюбилась программа «Угол». И проповеди Александра Шевченко помогают духовно возрастать всем, кто слушает об этом. Свидетельствуют те, которые звонят на радио. У меня вопрос к Александру. Дело в том, что проповеди повторяются, и их ограниченное количество. Есть ли у вас что-то новое, чтобы вы могли помочь радио Мануэл и нам, чтобы услышать свежее слово? Спасибо. Спасибо за такие откровенные слова. Я очень рад, что радио Мануэл может транслировать эти проповеди, потому что они, в принципе, созданы для того, чтобы достигать людей. И мы очень нужны друг другу в этом смысле. Люди, которые владеют эфиром, и мы, которые как production studio, которые изготавляем этот материал. Потому что это замечательно, такое сотрудничество, такое взаимодействие. Касательно проповеди, вот я сегодня принес в студию здесь новые проповеди. И я не знаю, насколько их много здесь вещают, но их где-то немножко больше двухсот у нас записаны проповедей. Вот, потому если есть желание, есть возможности, мы готовы предоставить их все. Абсолютно все, чтобы они могли вещаться здесь на радио. Слава Богу! Еще один телефонный звонок. Наталья, вы в эфире. Здравствуйте. Однажды, когда вы выступали, вам задали вопрос. Какой конфессии или динаминации вы принадлежите? И вы сказали, что ваше учение, оно вне конфессий и вне динаминаций. Теперь мой вопрос. Если ваше учение вне конфессий и вне динаминаций, то должно быть явное отличие от всех, что-то новое. В чем оно заключается? Я задал. Хопер Инвест. Отличная компания. От других. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. На самом деле, я сейчас проводил форум в городе Сакраменто, и Сергей Васильевич Риховский, есть такой человек, он состоит в общественной палате при президенте Российской Федерации уже в который раз, и одновременно возглавляет христианский союз христиан веры в евангельской России. И я ему задал такой вопрос. Сергей Васильевич, сколько стоит ваш динаминационный бренд? Другими словами, согласитесь ли вы отказаться от того, что вы классический пятидесятник в пользу того, что вы просто христианин? То есть, если бы вот так ребром стоял вопрос, или, 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 или вы пятидесятник, или вы христианин, так как когда-то в Антиохе христиане начали называться христианами, ученики Христа начали называться христианами. И, несмотря на свое положение, на свой сан, человек достаточно открытый и смелый, он сказал «да». Если бы стоял так вопрос, да, я согласен пожертвовать своим динаминационным брендом в пользу того, чтобы назваться просто христианином. Мне очень понравился его ответ, и я задал этот вопрос ему, потому что сам был в такой ситуации неоднократно. Я считаю, что мы прежде всего христиане, и важно очень понимать, что общество разделяется в лидерах. У каждого движения есть отец, но Библия говорит, чтобы мы не называли отцом никого, потому что у нас один отец, который на небе. Потому, когда Павел писал, одни говорят «я Павлов», «я Аполлосов», «я Кифин», и эти люди как бы себя позиционируют с кем-то из этих видных апостолов, лидеров, которые, лидеры я имею в виду, каждый в свою очередь имеет общение с Богом и проповедует Евангелие, веруют люди, следуют за Богом, но в том или ином смысле они себя позиционируют с лидерами. Они уважают этих лидеров. И Павла это, по всей видимости, огорчало. И он сказал, а разве разделился Христос, что вы себя позиционируете с такими отцами какого-то движения, или просто евангелистами, или апостолами? Я отвечаю на ваш вопрос. Моё мнение, что когда мы находимся в детстве, в младенчестве, в каком-то духовном вызревании, в периоде какого-то вызревания, мы видим перед собой наставника, мы видим перед собой духовника, мы видим перед собой лидера какого-то. Но когда приходит полнота нашей духовной жизни, мы как бы прорастаем через этих людей и все вместе встречаемся во Христе. У нас намного больше общего, чем того, что нас разделяет. Вот, потому я очень легко на это смотрю. Мне не стыдно, я никогда не откажусь от своего духовного опыта, который я имел, так скажем, в пятидесятничестве. Но я не об опыте сейчас говорю. Я против того, чтобы люди отказывались от своего духовного опыта, потому что это уже убеждение. Наша вера зыждется на наших убеждениях. Нельзя предавать убеждений. За убеждение люди в тюрьму шли, жизнь отдавали. Мнение – это уже другое. Потому важно разделить. Это сложная работа. Я однажды давал задание прямо у нас в церкви. Я давал задание, и могу вас попросить, всех, которые нас сейчас слышат, вот попробуйте. Ради любопытства, пожалуйста, попробуйте. Вот закончится наш эфир, возьмите листочек бумаги и попробуйте отделить просто ваше мнение, вашу человеческую точку зрения от убеждений. Убеждение – это то, чего предавать нельзя. Это то, что составляет основание нашей веры. Это то, на чем мы строим свою веру и свое христианство. А мнение – такое дело. Ну, мнение, как один сказал, мнение – это когда один мнет другого. Это называется «обменялись мнениями». Я считаю, что это недостойно того, чтобы мы так уж яро отстаивали каждое свое мнение. Это детство. И я бы советовал отделить наши мнения, личные осуждения от убеждений, которые мы имеем. Убеждения защищать, а мнениями жертвовать. Потому что мнение – это фактор человеческий. Убеждения – это уже духовный опыт. Поэтому, да, я не боюсь сказать, что я без труда преодолеваю свой деноминационный бренд или барьер в пользу того, чтобы встречались все христиане во Христе Иисусе. Александр, вот эта конференция, и вообще, вы много выступали как инициатор, пытались, ну, скажем, свести людей вместе, поговорить на какие-то темы, которые вас лично волнуют, с верой, с надеждой, что не только вас. В последней конференции семь пасторов, семь служителей, там даже епископы были. В двух словах, чего вы от этого ждете? Или осуществляются надежды? Хотя бы в какой-то мере. Мы сейчас об этом говорили, что общество все равно смотрит на лидеров, на людей, которые стоят во главе, людей, которые каким-то образом объединяют какие-то классы, какие-то группы, какие-то прослойки общественные. И если взять, допустим, Сергей Васильевич, там около полутора тысячи церквей, там Хомич Сергей Сергеевич, епископ Беларуси, там более 400 церквей, там Павловский епископ, более 300 церквей Молдавии, да, и я пытался добиться разговора, диалога в ответ на сложные вопросы, которые беспокоят самых обыкновенных, самых простых, самых обычных людей. То есть мое желание было так построить вопросы, так задавать вопросы, так формулировать вопросы, чтобы эти люди не могли давать обтекаемые ответы, чтобы они могли более-менее прояснить сложные ситуации, которые возникают у людей. Допустим, там мы говорили о разводах, о праве на развод и о праве на повторный брак. Очень сложный был разговор, и скоро мы выложим это в интернет, эту сессию. Но я имею в виду, что одно дело, я, Александр, вот так вижу по Библии, так объясняю, так поступаю в своей церкви. Другое дело, когда эти люди, за которыми стоят тысячи, во множественном числе церквей, не людей, людей сотни тысяч стоят. И каким-то образом вырабатывается богословие, вырабатываются доктрины, вероучения. И вот этих людей обязать в прямом эфире ответить на сложные вопросы, вот это я считаю очень ценным. Не для себя, для всех нас вместе взятых, чтобы получился такой миксер взглядов, точек зрения, и чтобы мы пришли более-менее к одному общему знаменателю. Еще одна важная деталь. В современном мире, где очень развита идея ток-шоу и таких вот форумов, у многих людей сложилось представление, что это будет интересный диалог. Мы где-то балансируем между полезным и интересным. И в обществе в целом оно склонно к тому, чтобы их развлекали. Ну хотя бы немножечко, хоть как-то держали внимание. У меня не было такой цели в этом форуме. Я действительно не создавал каверзных вопросов, не ловил людей. И мне хотелось, чтобы в спокойной атмосфере, своего рода такой собор, чтобы люди могли проговорить, проговорить свои позиции, потому что это достаточно видные люди и, скорее всего, они несут ответственность за свои заявления, тем более в эфире. Вот, а потому мы проговаривали разные детали. Допустим, как управлять церковью. Вот интересная деталь. Вот, возможно, многие не задумывались над этим, но для многих это очень важный вопрос. Должна ли вся конгрегация путем голосования вообще определять, какие песни петь, когда собираться, покупать молитвенный дом, не покупать, строить, не строить. В многих церквях именно так решается. В других церквях уже это неконгрегациональная форма управления. Епископальная. Епископальная, да. Пресвитерский совет собирается. В некоторых церквях это близко к авторитаризму такому или теократии, когда в одном лице, как через посредника, Бог управляет обществом. Вот мы об этом говорили. Это важно, это нужно людям. И это вызвало огромный, я скажу, самый большой, наверное, резонанс за последние годы. Любой проект, который я делал или которому был причастен, это был огромный резонанс. Мы говорим о сотнях тысяч людей, которые отреагировали на это. Такая пословица, что каждый ответ порождает два новых вопроса. Остался у вас такой? Нет, вы знаете, достаточно были исчерпывающие моменты. Разумеется, были моменты, которые мы только как бы подорвали тему, но не удалось, не получилось дойти до сути. Но некоторые моменты были достаточно ясными. В советующихся мудрость. Вот это, наверное, о том, что делает Александр Шевченко через конференции и различные такие вот собрания. Есть письмо в скайп, но те, кто дозвонился, в первую очередь. С нами Людмила, здравствуйте. Мир и благодать всем. Я восхищаюсь, конечно, вашей активной и самоотверженной, просто самоотверженным служением Богу Всевышнему. Слава Господу, конечно, прежде всего. Вопрос у меня такой. Звездной болезни вы не болеете, да? И не превозноситесь, и власть эту как-то... Вот огромная власть вам дана. Вы это чувствуете? Вот, и поэтому я вот... У меня вопрос. Вы сами контролируете, или Господь хранит вас от этого? И второй вопрос. Вы знаете, украинцы помогают. Украинцы не дадут подняться. Они очень удачно опускают всех. Ещё один вопрос. Волки в овечьей шкуре. Встречали ли вы уже на своём пути таких, и как вы действовали? Я встретила, я растерялась, но всё-таки Господь... Идёт охота на волков. Идёт охота. Вот мой ответ на ваш вопрос. Эти люди недостойны ответной реакции. Недостойны. Человек на реплику, или на заявление, или на деятельность которого я реагирую, я его удостаиваю диалога. Он считает себя почтенным, потому что я ответил на его выпады. Я считаю, что люди подлые, бессовестные, каверзные, хитрые, лукавые, они недостойны того, чтобы вступать вообще в диалог с этими людьми. И, кстати, это очень важно. Христос учил, кто тебя ударит по одной щеке, я подставлю ему другую. И практически мы нейтрализуем вот эту агрессию в человеке, когда мы не отвечаем взаимностью. Злом на зло, ругательством на ругательство и так далее. Потому я не читаю всего негативного, что говорят обо мне в интернете. Я не читаю и позитивного, что говорят в интернете. Если я вообще не читаю ничего и не смотрю, разве что это прямое какое-то адресованное письмо, и я чувствую себя обязанным на него как-то ответить или отреагировать, то в отдельных случаях я это делаю. В общем, я не читаю никакой критики в свой адрес. У нас новый формат. У нас каждое утро на светлом радио есть интерактив. Возможность общаться на разные темы. Такие волнующие нас, как людей. И мы используем короткие проповеди Александра Шевченко. Это буквально 2-3 минуты в таком формате. Ну, так сказать, чтобы задать. Александр Шевченко участвует. Знает он об этом или нет, но он участвует. Есть еще один телефонный звонок. С нами Алла. Здравствуйте. Вы знаете, мои друзья-адвентисты мне постоянно приносят газеты свои. И там в каждом номере говорится о том, что кроме субботников все остальные церкви отступницы, ибо придерживаются воскресенья, а не субботы. Знаете, это как-то неприятно. Я просто не знаю, как реагировать на такие противоречия, которые не очень важны. Подскажете? Спасибо. Я думаю, что поздно или рано мы будем вынуждены в определенный момент иметь форум также на этот счет, потому что огромное количество людей озабоченно интересуется вопросом субботы, соблюдения субботнего дня. Если коротко, в течение нескольких минут, я бы сказал следующее. Христос же ясно сказал, что не суббота, не человек для субботы, а суббота создана для человека. Вообще все создано для человека. Бог все покорил под ноги его и поставил его превыше всего над творением рук своих. Суббота – это обыкновенный день. Почему требовалось соблюдать субботу в Ветхом Завете? Вот немножечко напрячься. И вообще, в чем смысл вот такого требования? Потому что люди жили во время Ветхого Завета. И в основном все выстраивалось законом. Закон – это требование, это обязательство. Это не внутренний порыв, а это внешнее требование, обязательство. В основном закон он лимитировал. Если вы возьмете 10 заповедей, которые Моисей принес в Синае, 9 из них начиналось с приставки «не». Не кради, не прелюбодействуй, не убивай, не произноси имени Бога напрасно и так далее. То есть это лимит. Вообще взять государственный закон, да, это ограничение, это лимит. Одна заповедь в законе была призывом «люби Бога и ближнего своего, как самого себя». И когда у Христа уже, во времена Христа, спросили, какая наибольшая заповедь в законе, подразумевая 10 заповедей, он сказал «люби Бога, в этой заповеди весь закон и пророки». То есть мы сейчас говорим о том, что закон – это было требование. Требование минимум, так скажем, по отношению к людям. Десятины, допустим, это тоже было требование. Требование минимум. Но максимум никогда не обсуждался. Христос сказал, должно ли в субботу добро делать или зло. Зачем так, как бы, в крайней такой степени ставить вопрос, в субботу ничего нельзя делать. А Христос говорит, нет, если ты разумеешь делать добро и не делаешь, ты делаешь зло тем самым. Другими словами, Христос сказал, в субботу можно делать добро, а в остальные дни недели нельзя делать зла. Вот если так уж, откровенно, да. Потому, если бы вы проснулись на необитаемом острове и пришли в себя, и потеряли счет дням, и вот как бы вы тогда, уважаемые субботники, служили Богу? Не примите это за огорчение. У меня нет в сердце намерений вас огорчать. Но я считаю, все создано Богом, и мы должны не просто в субботу служить Богу, но каждый день нашей жизни делать добро и каждый день нашей жизни не делать зла. Добрый день. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Я хочу выразить огромнейшую благодарность, Александр, за ваш труд, за этот хлеб, который действительно насыщает. И также хочу поблагодарить за встречу, которую вы организовали у нас в Ялте, после которой многое поменялось в моей жизни. Пусть Господь благословит вас, чтобы Бог мог и дальше насыщать через вас. Также хотели спросить у вас. В Библии сказано, что обижать людей — грех. А обижаться — грех или нет? Замечательный вопрос. Я всегда говорю, или не всегда, а часто, иногда говорю, что христиане не могут двух вещей делать — это обижать и не могут обижаться. В студии Светлого Радио Александр Шевченко. Александр, я хотел бы, чтобы мы завершили молитвой. В молитве прошу также благословить и всех, благодаря которым мы продолжаем существовать как радио, которые поддерживают нас, наши партнеры, молитвенно и финансово. Спасибо вам за ваше открытое сердце. Спасибо за это радио, которое действительно светлое, которое действительно легкое, которое действительно несет правильное послание людям в нашу жизнь сегодня, суетную жизнь, сложную жизнь, где трудно разобраться порой. В наше время очень важно доверие, доверие друг к другу, чтобы мы сберегали отношения, чтобы мы строили отношения. Потому для меня благословить — это благословить, говорить благие слова в чей-то адрес. То, что действительно содержится в твоем сердце, то действительно, что бы ты хотел увидеть в жизни другого человека, который ты благословляешь. Я, например, не люблю открыток, которые мне покупают, и там уже заранее отпечатанные слова, красивые тексты, стихи чьи-то. Я не люблю эти. И люди это знают в церкви. Я их просто сразу же уничтожаю, сразу же выбрасываю. Я считаю это неуважительным жестом. Какие бы там красивые слова ни были, они не твои слова. Напиши мне просто два слова. Или ничего не пиши. Тогда не надо напрягать себя. Поэтому с удовольствием я хочу помолиться. Драгоценный Господь Иисус, какие мы счастливые, что мы можем сегодня говорить о себе через Твой крест, через то, что Ты сделал в нашей жизни. Мы ничем не отличаемся от других людей. Возможно, во много раз мы хуже других людей, которые живут возле нас. Но мы услышали добрую весть о кресте. Мы поверили, что Ты умирал за наши грехи. Господи, мы приняли это всем своим сердцем. Мы благодарим Тебя, что мы пережили новое рождение, что что-то проснулось внутри нас, пробудилось. Мы воскресли из смерти в жизнь. Я благодарю Тебя, Боже, что это так реалистично, это так практично, это так много раз было проверено в сложных ситуациях, в наших семьях, в личной жизни, что действительно новая природа, Твоя природа, она есть внутри нас. Я просто преклоняюсь перед Тобой. Я восхищаюсь Тобой, Иисус. Я молюсь за этот город, Господь, за Украину, везде, кто сегодня или когда-то будет иметь возможность слушать этот эфир. Иисус, пусть всякая полнота Твоего замысла, что Ты замыслил о людях, войдет в жизнь каждого человека. Пусть мы будем открытыми для того, чтобы слышать Твой голос. Пусть наши сердца никогда не окажутся черствыми. Господи, грубыми, Боже, сделай почву наших сердец открытой к переменам, к любви Твоей, Господи, чтобы мы переживали ее. Это так важно. Я благословляю, Господь, каждого человека не очерстветь, не закоснеть ни в своей религии, ни в своей конфессии, ни просто в своих каких-то мнениях или убеждениях, но быть открытым для того, что Ты делаешь в это последнее время. Мы ожидаем Твоего возвращения. Мы знаем, что Ты скоро придешь. Скоро всякие земные скитания, они закончатся, Господь. Наступит новое время, новая эпоха, новая эра. Господи, и мне так хочется, чтобы мы все вместе, Боже, были с Тобой на небесах, как Ты обещал, что Ты вернешься за нами, когда приготовишь для нас место. Мы ожидаем Тебя и точно знаем, что постыжены не будем, что Ты вернешься и заберешь нас к себе, чтобы и мы были там, где Ты. Благодарим Тебя за этот эфир, за эту возможность общения. Да, прославишься Ты. Благослови светлое радио всех людей, всех сотрудников. Благослови их всеми благословениями, финансами, Господь, возможностями, расширением возможностей, штатом хорошим, Господь, оборудованием, Иисусу, чтобы эта добрая весть, эта светлая весть, как можно больше распространялась по нашей благословенной земле. Все это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»